Здравствуйте, уважаемые зрители канала Нейромир ТВ. Сегодняшний выпуск в рубрике «Аналитика кризис особый». Особым его сделал появление в нашей студии гостя, которого вы все хорошо знаете. Это начальник мобилизационного управления Донецкой Народной Республики Павел Губарев. Паш, ну вот ты был, да, у нас участвовал в телемосте с Донецком, то есть у нас был разговор через интернет, сейчас ты здесь очень на студии, здесь же Анатолий, то есть вот те люди, которые были в Донецке, они оказались в студии Нейромира. Ну, в общем-то, здесь много известных людей бывало, и помощник, советник Игоря Стрелкова, Игорь Друзь, теперь вот ты. Ну, первый вопрос. Что делает начальник мобилизационного управления ДНР в Москве? Общаюсь с соратниками. Понятно. То есть цель поездки, решение каких-то вопросов организационного характера? Деловые встречи и в Москве, и в телестудиях мне нужно побывать, и встретиться с соратниками, просто вот поздороваться, обозначиться, познакомиться. И я позволил себе отъезд именно в тот момент, когда военная ситуация находится в стабильно положительном состоянии, динамика ее очень положительная. Я позволил себе выехать на несколько дней буквально, чтобы здесь провести ряд встреч с соратниками, с политиками. Ну, как ты вообще оцениваешь ситуацию? Наш предыдущий разговор состоялся в такой вот экстремальном режиме после отставки Игоря Стрелкова. У тебя есть что-то такое, чтобы ты мог сообщить зрителям? Тогда ты сказал одну фразу – все будет хорошо. И сегодня мы видим, что действительно на фронтах все хорошо. То есть что-то ты тогда уже знал. Какую фразу ты скажешь сегодня по этому поводу? Я скажу, что я не буду сторонникам конспирологии давать никакой пищи. Просто скажу, что наступательная операция, она планировалась давно. И к ней все готовились. И люди в окопах, они давно спрашивали своих командиров. Сколько мы уже будем сидеть в окопах? Давайте идти в наступление. Долгожданное наступление. Его все ждали. На него все надеялись. И была дана команда. В общем-то это и не скрывалось. Скрывалось только главное направление удара. Сегодня уже секретов нет. И скажу, что через недельку, через другую, вы скажете, вот опять Губарев сказал, и все сбылось. Через недельку-другую динамика будет развиваться. И по экспоненте ситуация будет такова, что Киев будет вести себя более мягко. И будет еще больше склонен к диалогу. Потому что сегодня ситуация, она и вопрос стоит так, что Большая Новороссия, это вот не в составе Донбасса, это Большая Новороссия. Как минимум мы включаем сюда 8 областей бывшей Украины. 8 бывших областей бывшей Украины. Потому что мы сегодня считаем, что Украины больше нет. Государственный переворот прервал украинскую государственность. Два региона провели референдум, отделились. Остальные регионы Новороссии не смогли по тем или иным причинам довести вот такой сценарий до логического завершения по тем или иным причинам. Где-то людей заживо сожгли. И где-то людей массово репрессировали. Где-то просто некий олигарх просто сумел перехватить ситуацию. Я про Коломойского. А где-то олигарх не сумел перехватить ситуацию. Я про Ахметова. Хотя он пытался. И динамика ситуации будет такова, что военные успехи продолжатся. Военные успехи будут нарастать по экспоненте. Киев будет все более сговорчивым. Но разговор сегодня уже будет идти не о федеративной Украине. Что, в общем-то, миф с сегодняшней точки зрения. Не о конфедеративной Украине. Что тоже, в общем-то, бред. А о разделении Украины это как минимум. А как максимум о полном прекращении украинской государственности. Вот в современном виде. Пускай это будет страшно звучать для некоторых сторонников существования государства Украины. Но я с 1 марта озвучиваю самую радикальную точку зрения. Это разделение Украины. И считаю разделение Украины единственной формой существования, которая логически непротиворечива и устроит всех. Ну, устроит в кавычках. Конечно, украинцев центральной и западной Украины она не очень устроит разделение. Потому что это 52% населения и 20-25% ВВП. А остальное, вот Новороссия, это 48% населения бывшей Украины и 75-80% ВВП. Конечно, кому-то будет хорошо, кому-то будет не очень. Но это единственная, повторю, логически непротиворечивая форма существования территории бывшей Украины. Потому что Новороссия хочет быть с Россией, интегрироваться с ней культурно, интегрироваться политически, интегрироваться экономически, что немаловажно. Центральная и западная Украина ментально, ну или умозрительно, хочет быть с Европой. Пожалуйста, мы за европейский выбор Украины, но исторической Украины. Вот. Историческая Новороссия уже сделала свой выбор на Донбассе и сделает свой выбор в остальных регионах Большой Новороссии. А она будет как минимум в составе 8 бывших областей, бывшей Украины. Это как минимум. Как максимум туда будут включены еще и исторические территории Восточной Малороссии. Это Черниговская, Полтавская, Сумская, Киевская, может быть, области. Все зависит от динамики развития ситуации. А она будет очень быстрой. И на фоне социально-экономических процессов в Украине, а это социально-экономический крах тотальный, это все произойдет. Павел, вот буквально за час до того, как ты приехал в студию, мы с Анатолием в этой студии обсуждали вопрос вот той ситуации, которая складывается. И тут правильно, уместно говорить о том, что помимо России, Украины, Новороссии есть еще субъект Европы, который ты упомянул. Но Европа интересует прежде всего надежные пути транзита энергоносителей. Вот в этом аспекте Новороссия, я так понимаю, будет по ее территории проходить только часть энергоносителей. А остальное останется все-таки у той Украины, которая, как говорили, историческая. Вот здесь какие-то трения же могут возникнуть? Или как-то это все будет переговорами? Я уверен в том, что Европе будет очень просто договориться с Новороссией, и очень сложно будет разговаривать с Украиной, потому что политики Украины, они вообще оторваны от реальности. Вот они оторвались от реальности. Плюс ко всему, с другой стороны, они ее продадут, эту газотранспортную систему. Может быть, в той же Европе. А они сейчас вообще даже хотят продать всю, и Новороссийскую часть, и газотранспортную систему. Единственное, что Европа ее не купит. Она понимает, что сейчас вот они купят, а потом Новороссия скажет, «Не, мы вам ничего не продавали, ребята, извините, до свидос». И тут казус есть, и поэтому никто не купит. Потом украинцы будут продавать землю европейцам. Вот когда они продадут все, Украина – это будет пустыня. Киев – это будет город обанкротившихся мещанбюргеров. Киев сам на 3,5 миллиарда долларов датируется. То есть, он живет за счет предприятий, которые платят налоги в Киеве, но аффилированные с бизнесом бывшего Юго-Востока, с бизнесом Новороссии. И поэтому в этой связи Киеву нужно искать, где деньги брать. – Анатолий, но у тебя есть вопросы? То, о чем говорит сейчас Павел, хорошо корреспондируется с нашим предыдущим разговором. – Ну, это корреспондируется и по военной части. То есть, мы как раз вели речь о том, что на самом деле разговоры о том, что якобы убрали Стрелкова, и вдруг все стало хорошо, и пошло контрнаступление, они не совсем правильные, потому что все готовилось еще за годи. Вот я когда был у вас там несколько раз на этих совещаниях, было просто совершенно видно, что идет подготовка именно к будущему наступлению. То есть, все это было заложено еще тогда. То, что ты подтвердил, это хорошо. У меня вопрос в другом заключается. Основная проблема то у Новороссии, она ведь связана не сколько с военными успехами, они, в общем-то, уже очевидны, сколько с тем, что с политической точки зрения Новороссия пока субъектом-то не является. В том смысле, что там нет ни каких-то, ну, речь не идет о харизматичных лидерах, но речь идет о том, что каких-то более-менее простроенных политических структур ни у Новороссии, ни у Донецка, ни у Луганска на самом деле нет. И вот тут возникает опасность, что военные победы, и Россия это проходила через этого, мы победили в Балканские войны, нашу победу отобрали англичане, мы победили в войне с Грузией в 2008 году, наша победа военная не была конвертирована в реальные политические успехи. И вот как раз проблема в том, что Путин озвучивает совершенно четко и достаточно жестко позицию о единой Украине, в которой будет, так сказать, та область, которую ты называешь Новороссия, но при любой ситуации она должна быть, по его мнению, интегрирована в состав единой Украины. И поэтому у меня возникает достаточно серьезное, скажем так, ну не подозрение, а пока, во всяком случае, уверенность в том, что вас будут давить именно по этому направлению и давить успешно именно потому, что пока нет реальной политической структуры, способной защитить те совершенно, так сказать, реальные завоевания военные, которые сейчас достигнуты. Я знаю, что Денис Пушелин сейчас строит такую политическую структуру, она должна стать, если я правильно понимаю, некой системной такой партией в конечном итоге, ну типа там нашей «Единая Россия» или то, что было партией регионом, но только вот уже именно для Новороссии. То есть такая нормальная, элитная, так сказать, партия, она все равно должна существовать. Но насколько у него это получится, неизвестно, и времени на это уйдет достаточно много. Вот основная опасность в отсутствии вот этих политических структур и, самое главное, политических лидеров. Раньше фигура Стрелкова, она каким-то образом, ну могла защитить, скажем, политических лидеров в том случае, если на них оказывалось бы давление. Сейчас Стрелкова нет, и по сути, те люди, которые сейчас руководят военной структурой, Захарченко, тот же Царь, они, в общем, не способны защитить именно политиков. Вот основная проблема, на мой взгляд, и вот что ты на этот счет как раз думаешь. Я только что получил смс-очку, что Совет Безопасности ООН собрал экстренное заседание. Ну это да, они, так сказать... Было, да? Да, они собрали, они же его... Ну это как раз, опять же, к нашей беседе о том, что якобы российские войска вторглись на территорию Украины. То, о чем заявил сегодня Яценек. Да, при том, что ОБСЕ, в общем-то, это не подтвердил. Ну, в общем, вот такая проблема. Тогда почему украинское правительство не объявило войну Российской Федерации? В этом случае они бы могли ощутить, скажем, настоящее вторжение России. Ну, было несколько заблудившихся солдат, которые въехали на чужую территорию. Чем еще непонятно. Такое бывало и с украинскими военными, причем более массовое явление на силах. Их взяли, опросили и отпустили. Сейчас Россия может сказать, ну, ребят, ну, извините, с кем не бывает. Поэтому тут у российской дипломатии все четко. Тем не менее, вот, Павел, Анатолий совершенно правильно поставил вопрос о политическом и гражданском строительстве в Новороссии. Потому что военная часть, худо-бедно, это уже хорошо отлаженный механизм, который дает реальные успехи. Но ведь всегда за войной приходит мир, а с ним политики, извините, коммунальные проблемы. Вот что Вы делаете для того, чтобы построить с одной стороны социальную систему, с другой стороны обеспечить обычные бытовые потребности? То есть, что-то в этом направлении уже делается или пока не до этого? Сегодня политический класс Новороссии, он только формируется. Он действительно был полностью уничтожен и создан и создается с нуля. Я не знаю, получится ли там у Царева, Пушилина создать партию регионов. И мне непонятно, насколько это необходимый процесс наступать еще раз на одни грабли. Свою задачу я вижу в том, чтобы собрать вокруг себя идейных людей и объединиться в идеологическую партию. Прежде всего, на основе той идеи социально-экономической, политической конструкции государства Новороссии, которую мы проработаем. И сегодня это общественно-политическое движение, потому что партийное строительство – это не дело войны. Не во время войны заниматься политическим строительством. И мы сформулировали, с этой точки зрения, мы сформулировали свое видение, каким должно быть государство Новороссия. Что это первое, что его нужно сначала создать, завоевать. И второе, это нужно установить там народовластие. То есть народовластие – это как целый спектр гражданских процедур. То, что я декларирую, в Википедии уже авторы статьи обо мне назвали гражданским национализмом. То есть это когда вся полнота власти на деле принадлежит гражданскому обществу. Но это крамола по нынешним временам. Паш, понимаешь, это фактически ты сейчас идешь примерно по пути Ливии к Аддафе. В общем-то у него тоже именно такого рода идеология была простроена. Но проблема в том, что там в Ливии был Каддафе. Был реальный лидер, во всяком случае, в первую половину своего правления. Это была очень харизматичная, очень знаковая фигура. Есть ли такая знаковая фигура в Новороссии? Вот проблема. Появится. Появится или вырастет из тех фигур, которые есть. Сегодня речь идет не об одном каком-то лидере. Нужно для настоящей живой политической силы, едины, нужно много лидеров. Много лидеров. Это правда. Но для того, чтобы насадить вот эту идеологию, потому что ее придется насаживать. Насаживать, естественно. Иллюзии питать. Нужен этап диктатуры. И все проходили через это. Советский Союз прошел через этап диктатуры пролетариата. И вам тоже придется проходить через этап диктатуры народовластия, назовем это так. Но все равно в такой ситуации, так или иначе, нужен какой-то волевой руководитель. Вот в чем проблема. Потому что коллегиально такие вещи, к сожалению, не делаются. Меня смущает. Это старая парадигма. Есть и более современные. Ну, на каком-то этапе он все равно неизбежен, вот этот человек. Тут главное силовой. Сильная вертикаль под диктатором. Ну, кризисное управление, оно всегда подразумевает, что есть, так сказать, кризисные... Но вертикаль власти, она в пределе дает те проблемы, которые привели к распаду Украины. То есть тот же Янукович, выстроив, простроив некую вертикаль, привел к тому, что он не смог управлять страной. И Каддафи к этому пришел, потому что они не с вами были наступились. Поэтому коллегиальное управление страной, именно с участием людей, это более устойчивая конструкция. То, что Павел говорит, это на самом деле не просто здраво, это, пожалуй, единственное, что сейчас можно противопоставить проекту олигархической Новороссии, которую на самом деле это ведь ее проталкивает. Ну, в общем, да. И с Киева, и с Москвы есть очень серьезные люди, которые очень хотят увидеть в Новороссии просто клон, так сказать, если не Украины, то, по крайней мере, России, радости-то в этом все равно никакой. То, что предлагает Павел, это правильно, но нужен механизм внедрения вот этой идеологии на конкретную почву. И Анатолий считает, что это сильная вертикаль. На каком-то этапе. Это должна быть сильная организационная структура. Я тоже считаю, что не обязательно вертикаль, что это может быть сильная гражданская низовая структура людей. И этот путь тоже сложный, и можно спорить о том, готово ли гражданское общество Новороссии к этому или не готово. Но я считаю, что силу гражданской позиции народа Новороссии мы увидели в этих событиях. И тут оспаривать то, что у нас есть гражданская позиция, и мы готовы за нее бороться, и мы готовы ее высказывать. И тот уровень самоорганизации, ведь эта вся революция Новороссийская, она вытянута на горбу буквально и на самоорганизации людей. То есть это не один какой-то диктатор, не один вождь какой-то взял и повел. Это десятки организаций, сотни тысяч людей, которые взяли в своих городах, организовались и проделывали огромную работу по тому, чтобы добиться своего. Теперь просто эту энергию нужно из русла, сначала это было русло деструктивного характера, мы ломали прежнюю систему, мы ее выгнали, мы ее уничтожили. Теперь это вошло в русло помощи, армии. То есть на самом деле вся армия Новороссии, она до сих пор в основном снабжается силами гражданского общества, местного и российского. И это помощь, которую оказывают десятки, сотни организаций, тысячи людей. И все это на самоорганизации и без особой практической помощи какой-то правительственной. Ну я не считаю там, конечно, правительственную помощь по беженцам, есть целая программа, есть гуманитарная помощь сейчас правительству. Но это вот последнее время, до этого ведь все вывозилось на плечах людей, которые объединились в новой организации. То есть это не были структуры, которые загодя создавались, финансировались. Тут вот и возникает проблема, то есть когда вы прекрасно понимаете, чего вы не хотите и против чего вы боретесь. Сейчас наступает этап, за что вы боретесь. Ну и такой пример тоже есть, Порто-Алегри, город в Южной Америке, который полностью работает на принципах делиберативной народной демократии. И где нету, что называется, вот этой вертикали. И город уже много лет очень успешно развивается. Это пример есть. У индейцев с этим как раз все нормально, потому что это входит в их традиции и культуры. Есть такой пример и в России. Есть такая традиция и у русских. Мы ее просто забыли чуть-чуть. Если мы вспомним Новгородское Вече, если мы вспомним земство, которое существовало до 17-го года, земские советы, то в общем-то можно увидеть, что эти системы работали. Они и сейчас, вот вы вспомните избрание Чавова народным мэром, вы вспомните избрание меня, вы вспомните народного мэра Мариуполя, Славянского и так далее. Прямо сейчас к нам приехала Беженка, бывший народный мэр Торезы, ее из СБУ выпустили. Она сейчас пока на несколько месяцев сюда приехала, там все разбито. Ну, это да, это правильно. Меня интересует, насколько хорошо вы понимаете, именно механизм перехода от сегодняшнего состояния, оно в общем достаточно хаотично, к вот этому упорядоченному хаосу народного... Сетевой структуры. Да, потому что понятно, что иерархическая структура, она плохо работает, она не совсем в нашей традиции и народовласти, она в этом смысле безусловно лучше. Но вот как перейти от сегодняшнего к этому, вот этот механизм, он меня смущает, и как раз вот отсутствие политических структур, пусть сетевых, да? Да, любых политических структур сегодня это есть проблема. Я думаю, что это все равно должно проходить через выборы, однозначно, то есть вот все, все-все-все должно проходить через выборы. Павел, но выборы это инструмент, надо к выборам предъявить какой-то образ, к чему вы людей ведете. Вот этим я и занимаюсь, вот я на каждом телевидении, на каждом, везде-везде я занимаюсь тем, что говорю о том, что какое должно быть гражданское общество, какая должна быть власть. Я говорю о том, что вся власть должна быть на местах. Вот чем дальше на места, чем глубже на места именно можно делегировать власть людям, наделяя людей ответственностью, начиная от своего дома, вот, заканчивая глобальными проблемами, я вообще являюсь сторонником электронных плебиситов и упразднения парламента. Если уж дальше зайти, вот, о готовности общества к этим переменам, о готовности нашего гражданского общества можно, конечно, тоже дискутировать. Однако я сторонник прямой демократии, чтобы люди решали сами о векторе интеграции, о больших каких-то политических решениях. То есть, вот, если бы эти механизмы действовали, никакой Пуч, никакой Майдан, никакой госпереворот по причине того, что какая-то корпоратократия тянет в Европу, потому что ей так выгодно, она была бы невозможна. Были бы такие механизмы разделения страны, отделения, можно, в общем-то, самоопределение простым электронным плебисцитом решать любые вопросы. И поэтому я именно сторонник такой прямой демократии. Я сторонник того, чтобы было больше выборных должностей, чтобы люди выбирали… Выбирали муниципальную милицию, чтобы ты милиционера выбрал, и ему мог прийти и сказать, я за тебя голосовал, почему там наркотики продают. Процедуру отзыва тут же прописать, процедуру отзыва этого милиционера, если он из милиционера превратится в мусора. Вот мы должны прийти и по понятной процедуре его отозвать назад и объявить другие выборы. Выборы – это не настолько затратная штука, особенно с развитием интернета, с развитием интернет-коммуникации. Выборы через электронный плебисцит – это ничего не стоящая операция. То есть их можно проводить, проводить, проводить. Выбирать нужно судей, действительно выбирать. То есть должен быть какой-то ценз образовательный, опыт юридической практики, и люди могут баллотироваться. Все знают честных адвокатов, я знаю несколько честных адвокатов, я знаю несколько честных юристов, такие действительно бывают, за которых я бы проголосовал, которых я бы выдвигал, за которых я бы агитировал бесплатно. Говорил бы людям, вот это честный человек, проголосуйте за него. Видишь, Паша, вот я слушаю его, у меня, ты ловлю себя на мысли, что я слушаю активиста Майдана где-то так декабря 2013 года. То есть вот то, о чем говорит Павел, это декларировалось Евромайдан, как раз за это стоял на Грушевского, на Институтской. Они, собственно, за это боролись. В результате получили немножко не то, а точнее совсем не то, за что они боролись. Получили прямо противоположное. То есть меньше демократии, больше централизации, больше олигархов, больше грабежа. То есть, но только заменили вора на убийц. А вот, и сейчас вот необычность нашего времени, что те люди, которые бились за эти принципы, сейчас идут воевать с теми, кто эти принципы отстаивает. Так точно. Вот как это вообще в одну голову может такое поместиться? Ну у нас-то все в порядке. Вот у нас в голове все в порядке. Мы там Майдан почему не поддержали? Потому что они скакали. А мы скакать не хотели. Сотрясение мозга. А мы скакать не хотели. Потому что среди нас много москалей, как они говорят. Мы скакать не хотели. Что у них героям слава головного мозга. И в этом смысле они были чужие. Вот чужие, а чужих поддерживать нельзя. А идеалы-то у них хорошие, ну декларированные идеалы, они хорошие. Они до сих пор, вообще все политики-то у нас за все хорошее против всего плохого. Видения чуть-чуть разные, но все же за все хорошее. А Майему-то еще Майему, как говорил известный политический персонаж. И мы им говорили, что вы поменяйте шило на мыло. На кого мы меняем Януковича? Ну поменяли Януковича на Порошенко. Поздравляю украинцев, стоило ли это того? Мы перевалили уже сегодня несколько десятков тысяч жертв. Сколько еще нужно жертв, чтобы понять, что Украина единая, она существовать не будет. Вот еще такой вопрос. Ты как человек все-таки близкий к украинским вот этим внутриполитическим раскладам. Как ты оцениваешь, третий Майдан будет или же это невероятно? То есть есть предпосылки вообще, что все завертится по новой? Мне бы хотелось, чтобы украинцы все-таки получили настоящую народную власть. И это не мой шкурный интерес, что если там будет опять Майдан-бардак, то нам будет полегче воевать. Это, конечно, тоже присутствует. Но я искренне болею, чтобы украинцы освободились от хунты. И чтобы мы приступили к диалогу и, ну скажем так, разводу через диалог. По чехословацкому сценарию. Вот путем опроса людей в регионах и путем наделения субъектности на уровне референдума вот каждого региона. Там Донецкая, ой, Донецкая. Одесская область, Николаевская область, Херсонская область, Запорожская область. Да, вообще все области. Проголосовать и сказать, мы единая Украина или мы самостоятельный регион. Ну почему нет? Мы показали, что кровавым путем идти – это много жертв. То есть твой рецепт – это Киеву выгнать хунту и потом провести общенародный плебисцит по самоопределению каждого региона. Но субъектность решений этого плебисцита должна быть на уровне региона. То есть всю страну опросить, а большинство за единую Украину. Потому что без Донбасса, без Донбасса все, там не будет, вот Юг и Харьковская область, они не будут представлены вообще никак. То есть они будут жить по Галецкому проекту государства Украина. И этого они не хотят, они лишены политических сил, им некого выбирать, делегировать во власть. А те, кого можно делегировать, они, извините меня, не совсем порядочные политики, это все понимают. Молодых политиков там не появилось, новых каких-то политических сил не создано. Ну это специфика, в общем-то, постсоветского пространства, где, в принципе, бюрократы объединяются в такую бюрократическую силу, там, а-ля партия регионов и деребанят. Павел, ну вот мы на предыдущей записи с Анатолием говорили о том, что мы планируем предоставлять в Россию информацию о том, что же происходит в Новороссии. Вот мы как раз разговаривали с тобой, что, к сожалению, вот сейчас пока информация из Новороссии, она такая фрагментарная. Где-то сняли ролик, выложили, а целостного канала нет. И вот в этом направлении я хочу воспользоваться случаем, обратиться к зрителям. Вы, в принципе, знаете номер, который показывал Игорь Стрелков, это помощь Новороссии. В конце нашей программы есть номер канала и, оказывая помощь, вы поможете докупить необходимое оборудование для того, чтобы на нашем канале вы могли круглосуточно слышать голос Новороссии. Новороссия Тудей. Ну, по крайней мере, такой проект у нас задуман, многое уже для этого сделано, но еще много предстоит сделать. Прежде всего тебе, Павел, ты говоришь, что гражданское общество, но гражданское общество это, прежде всего, достоверная информация. Что вы делаете для этого? Для этого мы создаем народный телеканал, народную радиостанцию, народную газету и народный портал, то есть социальную сеть. Народную социальную сеть, где сначала в рамках общественно-политического движения мы будем учить людей электронной демократии. Жить по-новому. Ну что ж, вот такой у нас сегодня гость, редкий гость, но тем не менее он сказал очень много важных вещей, которые, думаю, заставят задуматься многих о том, что же все-таки происходит в Новороссии, куда хотят идти люди и, может быть, даже чему-то у них поучиться. Опыт может быть очень полезен. Итак, оставайтесь на нашем канале, следите за анонсами и не забывайте помогать нашему каналу, потому что вся ваша помощь, она пойдет к тому, что появятся новые технические возможности и возможность оперативного получения достоверной информации. До новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова